Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала, мои императрицы, я вас всех приветствую, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Меня зовут Эрсен, мне очень приятно, что вы здесь со мной. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Было очень много запросов по поводу его отношений с женой. Ну давайте сегодня посмотрим, что у него с женой, раз вас эта тема так интересует. Вот, только давайте не будем писать в комментариях, как мне тут шутники Петросяны пишут, что у них с женой в брак. Ну понятно, что у них с женой в брак, да, и понятно, что просто девочки хотят посмотреть, что в этом браке происходит сейчас. Поэтому давайте посмотрим, что сейчас у мужчины с женой, его чувства, какие планы у него на жену, да, и вообще перспективу их отношений. Вот, раз вы хотите такой расклад, значит я сделаю его, да. И поэтому давайте посмотрим, так, напоминаю, что позиция у меня одна, расклад общий. Если резонирует, смотрите, если не резонирует, переходите на другие каналы, на другие расклады. Ну и давайте посмотрим, что на данный момент у него в отношениях с женой. Там уход был чей-то, да, возможно, они сейчас уже не вместе, сейчас посмотрим. Здесь, возможно, период тишины, они могут вообще не общаться, да, могут там жить по разных, по разным, в разных местах, да, могут не общаться. Либо, ну здесь уход какой-то, уход такой, знаете, не очень приятный. Здесь, как колесо фортуны, повернулось к ним другой стороной, да, здесь ушел в себя, вернусь не скоро. Здесь могут быть вообще, люди на данный момент не общаются. Либо очень скупое общение. Может быть, они живут под одной крышей, но, да, общения как такового я не вижу. Здесь четверка Пентакли говорит о том, что их что-то материальное держит. Это могут быть квартиры, это могут быть машины, это могут быть совместный бизнес, дети, да, но что-то материальное держит. Их и карта силы подтверждает это под колодной, говорит о том, что по каким-то причинам они не могут до конца разойтись. Хотя, честно говоря, по таким картам, которые выпали здесь сейчас, я не вижу ничего хорошего. Вот вы хоть убейте меня, да, восьмерка кубков, ну, нехорошая ситуация. Здесь ни любви, ни взаимопонимания на данный момент нет. Есть какие-то внутренние обиды, нежелание решать проблемы у кого-то из них, да, держат что-то материальное. Ну, давайте еще посмотрим, что у них в отношениях. Ну, здесь какая-то болезненная ситуация. Здесь десятка мечей, карта разрыва. Кто-то либо им обоим больно, да, либо кто-то из них сделал в другом у человека очень больно. Причинил боль, садил кинжал там в сердце, в спину, да, вот все, либо она, либо он, прям избитые вот этими мечами валяются, да, уже. Ну, болезненная ситуация для кого-то из них, действительно такая некрасивая ситуация, болезненная. Очень много страданий, переживаний. Здесь непонятно, что в отношениях. Вроде бы вот отношения разрушились, да, вроде бы общения нету, а все равно что-то держат, боясь менять что-то в жизни, да. Возможно, там люди прожили, меня разные возраста смотрят девочки, да. Может быть, они уже 25 лет в браке прожили, и очень сложно менять все это привычный образ жизни, да. Может быть, он там, у них квартира совместная и хозяйство, к примеру, совместное там. И очень тяжело все это оставлять, к примеру, да. Один из них считает, что он не готов делиться. Вот я тоже вложил в этот дом, там, 35 лет своей жизни, и я не хочу тебе это оставлять. Почему я должен оставлять? Ты, к примеру, не работала, а я содержала семью, а теперь я должен уходить в никуда. Ну, к примеру, я, да, ситуации разные. Здесь, может быть, идти, да, разговоры про развод. Возможно, они уже подали на развод какие-то документы все-таки. Карта справедливости тоже, да, говорит об этом. Здесь у них сейчас по карте смерти идет период трансформации отношений. То есть в таком виде, в котором они были, они уже не будут. Либо поменяются в лучшую сторону, либо в худшую. Здесь я не вижу, чтобы у них, ну, пока на данный момент здесь внутренние ограничения, внутренние страхи какие-то, да, боязнь перемен, цепляние за прошлое, тут надежды какие-то, да. И опять-таки такие карты, которые говорят о том, что, во-первых, кто-то думает, что второй поступил несправедливо, сделал очень больно, а тот, кто сделал больно, не заслуживает хорошего к себе отношения. Здесь, ну, и, собственно говоря, карта смерти говорит о том, что какой-то переходный период сейчас у них в отношениях. Сейчас посмотрим, что дальше. Кто-то хочет помириться, но здесь выбор есть. Здесь выбор есть. Кто-то готов вкладываться в отношения, кто-то готов помириться, идти на примирение. Но пока стоит на выборе, надо или не надо. Вот на этой чаше весов взвешивает. То ли возвращаться в прошлое, то ли не возвращаться. По факту отношения в тупике. Да, такая же неясность, когда непонятно вообще, к чему идут эти отношения. Да, это такое состояние, знаете, тревожное. Тревожное, когда не видишь. Вот когда ты идёшь, как ёжик в тумане, и ты не видишь дороги. Вот так же сейчас и у них в отношениях. Ты не знаешь, куда ты идёшь, к чему ты идёшь. Что-то меняется, а куда, к чему, непонятно. И очень много страхов, очень много волнений. Хочется остаться в зоне комфорта и не выходить из этой зоны комфорта. Ну, потому что там всё понятно, там всё ясно в этой зоне комфортно, там всё привычно. А выходить из зоны комфорта страшно. Что там будет, там будет всё новое, придётся подстраиваться под обстоятельства, менять свою жизнь, а кто-то менять не хочет. Ну, что у них в отношениях, ну, карта повешенная, сами понимаете. Здесь, как таковых отношений на данный момент я не вижу. Здесь, да, двойка Пентакли говорит о том, что, ну, отношения нестабильные, качелеобразные. Непонятно, опять-таки, попытка найти какой-то баланс. Баланс, да, здесь непонятно пока, к чему эти отношения идут, куда они идут. Из-за этого, опять-таки, много страхов. Поэтому, что у них на данный момент, на данный момент ожидание, да. Семёрка Пентакли, карта ожидания. Ожидание, что, может быть, всё наладится, что, да, была, вот, здесь кто-то планы строит, что, возможно, из-за того, что, опять-таки, да, страхов очень много, здесь кто-то думает, что, вот, возможно, может быть, что-то всё разрушить и на этих руинах начать всё заново, да, обнулиться, карта шута. Кто-то поэтому и хочет помириться, что думает, а вдруг получится, вдруг на руинах всё по-новому, да, не так, как было, всё по-другому, можно будет восстановить, но, но уже, да, как обнуление произойдёт как-то. Отношения наладятся, но в другом ключе как-то по-другому совершенно, не так, как было раньше. Здесь такое есть, кто-то, кто-то очень хочет. Это такие карты выпали. Поэтому, если подводить итог, что у них сейчас в отношениях, ну, я бы не сказала, что всё хорошо. Карта смерти, четвёрка мечей, восьмёрки кубков, в карта башни, ну, ничего хорошего у них в отношениях. Давайте посмотрим, что она от него хочет, что жена хочет от этих отношений. Что жена хочет от этих отношений. Ну, она выжидает. Хочет быть победителем, хочет, если они на расстоянии, хочет встретиться, хочет начать движение в отношениях, да, и важно быть на коне, победить как-то, да, быть главной, что ли, знаете, как доказать свою ценность, свою значимость. Что у нас не хочет. Хочет помощь здесь, как-то материальная, знаете, здесь у неё боязнь остаться без денег. Здесь пятёрка Пентакли, принцесса Пентакли, шестёрка Пентакли. Очень много Пентакли. Что она хочет от него, она, во-первых, сейчас настроена к нему крайне, ну, мечевая, да, она как снежная королева, так скажем, негативно настроена. Тут здесь может быть шестёрка Пентакли, если у них есть дети, хочет помощи детям, чтобы он, да, платил там деньги, алименты, к примеру, да, для кого это актуально, для у кого есть дети там. Здесь боязнь остаться без денег, боязнь остаться без привычных, ну, опять-таки, зона комфорта, да, здесь идёт зона комфорта. Ожидание, что всё как-то, знаете, она выиграет спор, у них, возможно, сейчас споры как раз-таки по поводу денег идут каких-то. В принципе, по принцессе кубков ей и отношений тоже хочется, любви хочется, но больше как-то материальное здесь. Она хочет остаться с семьёй, да, здесь пятёрка, десятка кубков, пятёрка Пентакли, да, шестёрка Пентакли, всё-таки принцессы Пентакли. Здесь, опять-таки, что-то материальное их держит, она хочет быть с семьёй, ну, не хочет развода, не хочет разводиться, здесь хочет остаться в составе семьи, да, не хочет развода никакого, не хочет уходить, хочет помириться, подвести какие-то итоги, начать всё заново, не так, как было. Возможно, она даже ему говорит, манипулирует, возможно, им по карте мага. Не хочет, чтобы он закрывался от нее. Хочет поговорить с ним, как-то проманипулировать. А он, возможно, скорее всего, закрывается от нее. Как-то здесь такие карты. Да, она хочет, вот именно она хочет смерти, карты трансформации, карты обнуления. Хочет выйти во что-то новое. Не так, как было. Если она знает про вас, естественно, хочет от вас избавиться. Трансформировать отношения, чтобы были без вас. Продумывает ходы. Да, она пытается помириться с ним, не хочет его отпускать. Здесь женщина готова за него бороться. Если не на расстоянии, она ему пишет. То есть с ее стороны есть движение в его сторону. Она его отпускать не будет, не хочет. Но опять-таки, видите, да, я то хотела спросить, что их держит, но опять пентакли выпадают. Исполнение желания она хочет. Возврата в семью. Она не готова его отпускать. Она не будет его, она будет за него бороться. Хотя, понимая, что сейчас очень болезненная ситуация, что очень куча внутренних ограничений, она даже, может быть, плохо спит. А у нее, может быть, бессонница. Она продумывает план действий, вынашивает какие-то планы свои. Опять-таки, манипулирует. И может манипулировать детьми, если для кого это актуально. Здесь, опять-таки, да, очень много пентаклей. А он у нас любитель погулять. Он не любит ответственности. Бежит от нее как от огня. И вообще, как бы, ну, любит провести время, для кого это актуально. С друзьями как-то выпить, погулять. Вот такое. Именно из-за этого произошел уход. Что он неответственно относился к их отношениям. А что он хочет? Давайте посмотрим. Раз уж мы посмотрели, что она хочет. А что он хочет отношения с ней? А он хочет все обрубить, да, туз мечей. Что-то карта так скачет. Прям он недоволен ситуацией. Вот смотрите, как скачет. Карта Ирафанта и карта Дьявола. Так, посмотрим, выйдут они или нет. А что он хочет от отношений с женой? Что он хочет от отношений с женой? Ну, ему тяжело. Он хочет прояснить обязанности, да, обязательства. Вот он нагружен к ним обязательства. И тащит их как крест на себе, да. Здесь опять-таки карта денег опять выходит. Он хочет, может быть, решить какой-то сейчас имущественный вопрос. Хочет решить какие-то проблемы денежного характера. Тут она не идет на контакт. Она сейчас обижена. Ей больно. Ей неприятная вся эта ситуация. Ну, потому что был уход. Собственно говоря... Сейчас. Он хочет... Он хочет... Я не вижу, чтобы он здесь хотел сохранить. Здесь карта башни, карта восьмерка кубков. Он хочет ваш любовный треугольник разрубить. Прошу прощения. Здесь он ваш любовный треугольник хочет разрубить. Ему уже надоело это. Здесь он хочет уйти. Все. Вот башня, да, карта восьмерка кубков. Он хочет прояснить ситуацию. Карта повешенная опять-таки. Если есть дети, да, как-то ему не хочется, чтобы она манипулировала детьми. Не хочет, чтобы она там закрывала детей. Он готов. Он хочет им помогать, да. И он готов ей помогать. Но тут как-то она не отпускает его, да. Она вцепилась в него и хочет восстановить семью. А он-то уже нацелен... Вот здесь карта такая говорит, что он нацелен уйти в новую жизнь, к новой женщине. Он хочет уйти. Я не вижу, чтобы он хотел сохранить семью. Он от нее закрывается. Вот видите, карта перевернута. Он от нее закрывается. Не хочет ничего решать. Вот она открыта, а он закрыт. Вот, да, карты вот сама перевернута. Он от нее закрывается. Она к нему. Она считает, что он ее муж. Она считает, что она его императрица, да. А это что за карта? А он закрывается. Вы видите, император закрыт от нее. Он не хочет быть ее императором. Он хочет уйти в новую жизнь. Она считает, что она еще императрица. Она имеет право на него. Он показывает свой эгоизм, да, карта солнца. Они ругаются по карте пятерка мечей. Но он человек, да, она такая, знаете, продуманная, что ли, как это правильно сказать. Она строит планы, она целенаправленно их добивается, да. Это женщина, которая заботится о себе, да. Она солнца, она эгоист. Может быть, эгоизм в хорошем смысле этого слова, а есть в плохом смысле этого слова, эгоизм. Здесь у них ругань, и человек от нее закрывается. То есть, что он от нее хочет, он хочет уйти, он закрыт от нее. Хочет уйти. Хочет справедливости, хочет даже развода. Здесь я вижу, да, карта справедливости. Может, об этом уйти. Он об этом подумывает. Он ушел в себя. Вот он от нее закрывается, и от него идет тишина. Она пытается как-то помириться, как-то вывести его на разговор, но он не идет. Вот он закрыт, видите, карты? Он закрыт от нее. Соперничает, они выясняют. Он хочет закрыть за прошлым дверь. Он уже готов шагать в новое. Мне кажется, здесь такие карты, что он даже уже готов, наверное, в драных трусах уже уходить. Только лишь бы просто отпустила она его. Но с ее стороны карта мага выпадает, да, здесь манипуляции различного рода в ход идут. Давайте посмотрим, что вообще у него сейчас в жизни происходит. Что вообще у него сейчас в жизни происходит у этого мужчины? Как-то просто все печально у него там, да, так если посмотреть, то все печально. Что у этого мужчины в жизни сейчас вообще происходит? Он как марионетка в чужих руках. Вот он как марионетка, с ним играют, да. Играют, опять-таки, здесь карта ребенка. Он хочет обновления для кого-то, для кого актуально. Там манипуляции играют, да, манипулируют детьми. У него очень много обид. Здесь, видите, она как бы, жадность, она не хочет его отпускать. Она играется, говорю, здесь она играет с ним. Она манипулирует им, манипулирует детьми, может быть, играет с детьми, да. Для кого актуально? Здесь магия, конечно. Не для всех, да. Вот она, здесь он как, он запутался, вот ему сплели из паутины эту сеть. И он в этой сети болтается. Не надо как из него вырваться, как в болоте. У него состояние какой-то стагнации. Вот он остановился, он не понимает, что делать. Вот как в состоянии литургического сна. Он не видит свет в конце туннеля. Он как-то, знаете, как в болоте в каком-то. Не понимает, как оттуда выбраться. Вообще, вот связан по рукам и ногам. На выборе стоит, не понимает, да, что делать. Все-таки как-то надо понимать, что надо сделать выбор. Все-таки какой-то шаг уже все невозможно в таком состоянии быть в подвешенном. А выбор не делается. Здесь вокруг него, да, карта крысы говорит о том, что, ну, очень много людей не слишком хороших, так скажем, да, вокруг него. Есть какие-то крыски, лариски, да. Тоже проявляет эгоизм, и она, и он проявляет эгоизм. Ну, надеется, что все-таки произойдет, как феникс из пепла, он восстанет. Но нужно время для этого, да. Что начнется новая жизнь, новая, там, полоса в его жизни, да. Ну, для этого надо время. Ну, в морочках пока, да, опять-таки, там подклад, карта воска, карта морочки. Для кого это актуально, тот услышит. Для кого это не актуально, пропускайте эту информацию, не для вас, значит. Он хочет написать женщине, которой у него есть чувства. Он хочет написать, но не может по каким-то причинам, да. У него там проблемы в доме. Он думает о поездке. Здесь для кого актуально? Магия, опять-таки, да, девочки? Для кого актуально? У него сейчас борьба идет с этой паутиной, со всеми вот этими вещами, да, у него. С женщиной. Карта Таро. Ну, в тупике. Здесь вы просматриваете его на картах Таро, да. Ну, раз вы смотрите Тростат, вы действительно просматриваете его на картах Таро. Здесь он в тупике не понимает. Вот, да, вот он в болоте, он не понимает, как здесь над ним кто-то имеет власть. Ну, скорее всего, его жена, да, и он хочет ясности какой-то. Хочет разрулить эту ситуацию, но, опять-таки, да, ну, у него стоит на выборе, во-первых. Во-вторых, он в уморочках, там, не понимает, что ему делать. Опять-таки, на выборе стоит, да. Хотя сам по себе вот карта собаки у него, ну, он стабильный. Он такой, знаете, как Мишка в картах Ленорман, да, такой. Может быть, сам по себе тоже большой, но он стабильный мужчина, он верный сам по себе, да. Ну, здесь как-то вот у него сейчас на выборе он стоит, не понимает, что ему делать. Проблема давняя, карта якорь, заикорившаяся, которую надо решить, и которую он не знает, как решить, не понимает, как ее решить. Вот, закрутила в этой водоворот, да, в этот, в состоянии литургического сна, да, и он не понимает, что как ему теперь из этого всего, как болтается, как в паутине, да. Да, паук этот сплел ему паутину, и все. И он понимает, что сейчас надо время пока, чтобы восстать, как Феникса с пепла, но ему надо время для этого. Время, ясность какую-то. Потому что он в тупике на карте выбора. Здесь еще дьявол, да, дьявол игра, с ним играются. С ним играется, а он не понимает, что делать дальше. Как-то, знаете, такие у меня аж лиски задавило, очень тяжело ему, мы такие мысли тяжелые. В болоте не знаю, как оттуда выбраться, вот что у него. Причем у него было такое предчувствие, у него есть предчувствие, ему какие-то знаки приходят. Но он как-то... То ли не обращал на них внимания, то ли думал, что это все... Ну, мужчины так к магии относятся, сами понимаете как. Давайте посмотрим его чувства к ней. А что у него в чувства к жене? Что у этого мужчины в чувства к жене? Ну, вот он подавлен, он угнетен, ему кажется, что чувства уже нету, что все уже. Он не хочет ни ссориться, ни ругаться, ни выяснять отношения, он уже устал. Вот он хочет просто лечь, упасть и вообще, чтобы его не трогали. У него такое состояние, я говорю, он как в болоте, вот у него что по чувствам, что в жизни какой-то реально тупик. Он понимает, что он к ней уже ничего не чувствует. Он вроде бы как бы и хочется помириться с ней. Есть такое, да, но потом думает, вот надо или нет, да, вот с ее стороны чувства есть, вот показываются, если видите, да, с ее стороны чувства есть. Ну, с его уже нету, и он не понимает, что теперь делать. Вот я не вижу здесь с его стороны чувства. Здесь нету доверия, нету никаких отношений, да, что у нее нет доверия к нему, что у него нет доверия к ней. И выяснять он ничего не хочет. У него такая глобальная какая-то усталость, он понимает, что все, вот опять-таки тут этот тупик вышел, да, они в тупике и все. А что делать? Он ее как-то хочет обрезать от страницы, от своей жизни, и не получается у него, потому что она его тянет назад. Потому что есть привязанность здесь, знаете, здесь они очень долго вместе были, здесь совместные могут быть дети, жилье, там еще что-то. Опять-таки здесь какая-то доцепка с материальным что-то идет. Я не вижу по этим картам любви, честно. Вот он, я говорю, он в каком-то подавленном вообще состоянии. Не хочется ему ничего выяснять, не думать, не ждать как-то какое-то состояние вот этого литургического сна вообще. Знаете, как день сурка, вот он день прошел и ладно, вот такое ощущение. Давайте посмотрим, вообще, вот мы не смотрели, какая у них перспектива. Какая у них вообще может быть перспектива. Какая у этого мужчины перспектива может быть с женой? Вообще, что у них там, перспектива с женой какая. Ну, одиночество вдвоем. Ну, что у них, карта отшельник, одиночество вдвоем. 9, девятка кубков, шестерка кубков. Держит прошлое. Карта луны, карта тройка мечей, двойка мечей, девятка мечей. Ну, какие здесь могут быть перспективы? Ну, я по таким картам перспективы не вижу. Одиночество вдвоем, главная перспектива у них. Отношения нестабильны, держат прошлое. Они закрываются друг от друга. Непонятно, что это, опять ваш любовный треугольник. Ну, какие могут быть перспективы здесь? И вот вы, две красавицы. Вот вы, две красавицы. И четверка Пентакли. Ему надо сделать выбор. Он пока не делает выбор. Стоит на выбор. Пока какие перспективы. Но все-таки там, наверное, пройдет время, и он решит плыть к новым берегам. Здесь все-таки... Здесь кто-то решит, да, уже все. Надо заканчивать это все. Идти в новое. Надоела хандра. Это апатия. Здесь он сделает выбор, но не так скоро, да. Будет в каких-то иллюзиях. Нет, здесь я не вижу. Здесь восьмерка кубков. Здесь будет уход все равно. Не сейчас, так потом. И для кого актуально, здесь даже магия не поможет, да. Если она магична, все равно нет, не поможет здесь. Здесь все равно будет уход. Я не вижу. Как-то, да. Ну, еще карта башни. Нет, я здесь не вижу, девочки. Здесь я перспективы, честно говоря, не вижу. Как бы она ни боролась, как бы она ни старалась, высшие силы здесь все равно их разведут. Даже если она для кого актуально применяет магию. Здесь не получится. Он уйдет. Только единственный вопрос, когда. Потому что, опять-таки, карта жадина выпала. Что опять здесь будет борьба. Но в конечном итоге все равно карта башни выпадает. Рано или поздно все равно он уйдет. Ну, он, да. Потому что здесь выпадало, что она за него борется. Здесь рано или поздно. Я не вижу перспектив. По таким картам. То есть, ну, вот так вот. Мы можем потом, если хотите, напишите потом в комментариях. Если вам интересно, мы можем посмотреть, что у них будет в декабре. Посмотрим вас, что у вас в декабре. И можем посмотреть, что у них в декабре. Ну, если это вам интересно, да. Пока вот перспективы на будущее такие вот. Ну, все равно, вот видите, башня. Он сделает выбор. Все равно карта влюбленная выходила. И башня. Все равно сделает выбор. Сядь на своего гнедого жеребца и поскачет в новую жизнь. Вот. Ну, вот такой получился расклад. Если у вас остались вопросы. Точнее говоря, что у вас. Ну, да. Если остались вопросы, задавайте. Если хотите посмотреть расклад по поводу того, что у них будет в декабре, значит, пишите мне. Посмотрим, что у них будет в декабре. Вот. И так всем желаю хорошего дня. Люблю, целую, обнимаю.